Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Виктория Карпова. Я являюсь молодым политологом, аспирантом факультета политологии МГУ и членом экспертного клуба «Дигория». История нашего сообщества началась с мечты. За несколько лет мы переросли от студенческой инициативы в своеобразный интеллектуальный полигон для выработки смысловых оснований развития страны, такую настоящую молодежную фабрику мысли. Ключевое в нашей работе – это разъяснение и интерпретация для молодежной аудитории событий, которые происходят в стране и в мире, в том числе в рамках проведения специальной военной операции. В этой связи мне бы хотелось затронуть крайне важную тему. Она связана с ценностным мировоззренческим просвещением молодежи. По вашему поручению, не так давно начал разрабатываться единый учебник по обществознанию для школьников. Однако, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется его методическому сопровождению. Ведь курс по обществознанию – он живой, он про настоящее и будущее, и преподавать его необходимо по-новому, и с точки зрения форматов обучения, и с учетом текущих событий в мире. При этом обязательно, чтобы в этих методических рекомендациях были моменты, связанные с российской идентичностью, с местом нашей страны в мире, с ценностными мировоззренческими доминантами. И это должно быть объяснено на очень понятном для школьников языке, через ролики, инфографики, презентации. Что касается формата, у нас есть запущенная в прошлом году платформа «Разговоры о важном». Этот опыт можно перенять и адаптировать для курса по обществознанию. Владимир Владимирович, в качестве предложения мы, молодые политологи, можем и хотим внести свой вклад в создание подобных методических пособий, поскольку можем говорить со школьной аудиторией на одном языке, используя формулу «молодежь для молодежи». И если позволить, еще одно предложение. Вы как-то сказали, что нет ничего невозможного, когда путь озаряется любовью к Отечеству. Мы взяли для себя это как формулу к определенному действию. И сегодня у нашего сообщества есть еще одна мечта – навстречу разговор о главном. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться с представителями нашего, молодыми представителями нашего социально-мунитарного профиля? Да, с удовольствием, во-первых, это сделаю. Надо подумать, когда, в каком формате. И сейчас скажу, почему. Вот буквально пару дней назад я встречался и с министром просвещения, с министром науки и образования, с Фольковым и с Кравцовым, с двумя министрами. Мы говорили о разном, в том числе о общественно значимых дисциплинах, в том числе о преподавании истории и так далее. И, вы знаете, любая наука сложна по-своему, это понятно. Но все-таки какие-то фундаментальные вещи, практически такие, которые должны быть заложены в основу школьных курсов и даже в высшей школе, непросто, но это можно сделать. Сложнее всего вот это общество знания, о котором Вы сказали. Потому что это сегодняшнего дня касается. Абсолютно верно. И у меня нет ответов, как это выстроить. Вот мы втроём разговаривали. И, конечно, нужно обязательно прорабатывать все эти вопросы на экспертном уровне. Нужно понимать с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое… Вот стандарты мы говорим часто, слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире. Что такое многополярный мир? Что зашивается в этом? И это нужно объяснить в том числе школьникам. Мне кажется, что просто молодые ребята, молодые политологи, они в этом смысле могут предложить какой-то креативный, нетривиальный взгляд на те вещи, которые сейчас обсуждаются и важны для страны. Это а – это инструменты, но б – важен контент, содержание. Вот это самое главное. Поэтому, конечно, это очень востребовано. И я попрошу коллег и тех, кто просвещением занимается, и высшим образованием и наукой, обязательно это проработать. Нам, вот как я сказал, нам нужно понимать, кто мы, откуда мы пришли, кто мы сегодня в этом многообразном мире, в чём заключается наше будущее, понять это многообразие и нашу роль в этом многообразии. Вот нас всё из-за бугра учили-учили, да? Да, мы не идеальны, нам, наверное, есть с нами о чём поспорить, но мы никогда не додумались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или, я не знаю, у Генри и так далее. А там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну, пускай они живут без Чайковского, без Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем. Но это просто один из примеров нашего культурного кода, а он как раз многообразный, потому что Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство. У нас это, по сути, с молодых ногтей, с молоком матери всё впитано. И вот нам нужно вот эту тему, нужно её наполнять таким глубоким содержанием. Но без таких специалистов, как и вы, конечно, это невозможно. Поэтому обязательно это будем делать. Спасибо, Владимир Владимирович.